В школе номер 12 «Станица Анапская» сегодня состоялось первое заседание одного из подразделений Союза казачьей молодёжи Кубани. Ещё в октябре в школе был избран атаман, а сегодня выборы председателя, который станет правой рукой командира. Хоть возраст ребят и не превышает 14 лет, здесь всё по-взрослому. На заседании присутствует представитель Анапского районного казачьего общества. Старшие наставники помогают в решении организационных вопросов. Это необходимо для того, чтобы молодёжь отвлечь от улицы, отвлечь от наркотиков, отвлечь от безделья, привлечь им любовь к Кубани, патриотическое воспитание, семейные нравственные устои семьи казачьей. Губернатор делает упор именно на казачество, потому что он видит силу в казачестве. И за 25 лет развития казачества в Краснодарском крае казачество себя показало с хорошей стороны именно по воспитанию молодёжи. На должность заместителя школьного атамана претендовало три кандидата. Каждому выпала возможность рассказать о себе и о своей программе по развитию школьного казачества. В итоге на открытом голосовании и большинством голосов председателем выбран Андрей Гаденчук. Председатель. Слюба! Я был уверен во многом в том, что меня выберут, потому что заранее уже были известны мнения людей. Так как мы прошли по классам и выбрали мероприятие лучшее, и я выступил с ними и рассказал про них. Свою деятельность я вижу в продвижении военно-патриотического направления, также духовного направления, но мне для этого будут нужны помощники. В жизни родной школы и развитие казачества в целом может принять участие каждый. На заседаниях юные казачата выступают со своими предложениями. Участие в общественной жизни – приоритетное направление. Я бы хотела ввести игры в начальные классы, чтобы во избежание веры на переменах их можно как заигрывать. Также я предлагаю рассказывать детям младших классов интересные казачьи сказки, булины и легенды, для того, чтобы они имели представление о казачестве. Все идеи и предложения будут рассматриваться на Совете по казачеству, в который входят атаман районного казачьего общества, его заместители и другие казаки. Все предложения, которые будут выдвинуты Союзом казачьей молодежи, детьми, они будут иметь продолжение в этом Совете, будут рассматриваться, и наиболее нужные дельные предложения будут реализовываться, и, естественно, будут приглашаться дети, и они будут видеть, что их работа нужна, что она выполняется. К работе в Союзе казачьей молодежи в Анапском районе будет привлечено порядка двух тысяч юных казачат. Уже в конце ноября состоится общее заседание Совета Анапского районного казачьего общества, на котором будут выработаны новые предложения о дальнейшем сотрудничестве школьников и казаков.